Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небес в этой жизни. Сегодня продолжаем проходить C++ через SoloLearn. Честно, я волнуюсь, потому что сегодня мы начинаем урок типы данных, указатели и массивы. Это то, на чем я очень долго застрял, когда я его в свое время проходил, но сейчас это уже не является для меня такой сложной темой. Ну, разве что динамические массивы, там, конечно, с этими дилетами замучаешься, там нужно 2D-лета, и еще нужно будет, в теории нужно, а в теории можно и не делать, а присваивать указателю на область памяти 0,5R. Теоретически так можно делать, теоретически не нужно, но кому как, кому нравится, кому нет, это не принципиально важно, я считаю. Но чтобы не обращаться к тому участку памяти, лучше, конечно, все-таки ему присвоить 0,5R. Ладно, но это об этом позже. Что, что у нас, что? Типы данных. Операционная система распределяет память и выбирает, что будет сохранено, выделенную память, основываясь на типе данных переменной. То есть, когда мы создаем только переменную, мы, кстати говоря, в нее что-то и прописываем уже. Это будет int, flow, double, boole и так далее. Вот. Типы данных определяет правильно использование идентификатора, какой тип информации может быть сохранен, какие типы операции могут быть выполнены. Существует множество встроенных типов языки C++. Нажмите, чтобы продолжить. Ну, давайте проверим, что у нас здесь есть. Будут ли нам тут писать про какие-нибудь типы данных? Нет. Только сколько места занимает. Интовый указатель равняется 0. Ну, собственно, о чем я говорю? О, тут даже сразу с динамической памяти выделяем под массив. Интересно. Прикольно. Но давайте не об этом. Что у нас тут? Типы данных предназначены для определения заголовочного файла, определения цикла if, определения правильного использования модификаторы. Может, модификаторов? Ну, ладно. Да, да, да. Даже не я один, видите, заметил. Странно. Блин, такое ощущение, что я уже делал обзор на эту тему. Неужели я тогда удалил просто данный видосик? Ладно. Приведенное, типа, ниже в примерах показано, что легал и... А, и легал. Типа, что работает, что нет. Да, мы можем складывать целочисленные... Ну, в общем, числа с числами, но строки с числами не можем. Но мы это можем обработать, когда мы будем создавать собственный класс. Кстати говоря, у нас вот это снизу и прописано. Да, все верно. Укажите, это правильное использование выражений в C++. Для чего? А, выражение. Окей, я понял. Мы же пока конкатенацию строк не затрагиваем, поэтому... Поэтому так. Кстати говоря, дизлайк тебе. Да, дизлайк. Так, целые типы данных включают целые числа, такие как минус 7, 42. Числа с плавающей точки, такие как 3,14. Ооо, фишка, здравствуйте. И, допустим, минус 42,67. 42. А я тогда говорил 42 сотых? Окей, ладно. Ладно, укажите правильное значение для числовых типов. Да я вроде бы... Слушайте, я вроде это проходил. Я не помню. Неужели я просто ролик не выложил? Что за бред? Строки из символов. Строки из символов состоят из чисел, букв, символов, строкового литерала. Размещаются в двойных кавычках. Да, то есть, если мы имеем строку, строка это что-то, состоящее из более чем одного символа. А символ это просто один символ. Это может быть 1, 2, 3, а может быть это какой-нибудь ABC, там, вплоть до Z. Согласен, все верно. Ну, главное вот желтенько почитать, это важно. Укажите правильно... Ну, потому что когда вы будете, допустим, чар задавать, да, то понятно, что вы будете писать A, B или там что-то одно. Ну, когда вы будете, конечно, создавать массив строк, вернее, массив чаров, то тогда да, конечно, будет уже прикольно. Массив строк что-то перегнул. Укажите правильно оформленные символы, не строки. Укажите правильно оформленные символы, не строки. Символы, вот. Потому что, допустим, это не является символом, это уже строка, но при этом неправильно оформленная. Ну, вернее, правильно оформленная, но это тут не строка уже, а несколько символов. То есть, получается, строка, а не символ. общем забейте булевый тип возвращает только два возможного значения true false то есть истина ложь один или ноль что собственно я однажды показывал каков результат операции 10 блин true я думаю мы сейчас типы данных я так полагаю проходим то есть есть мы не помним в одном из уроков я вроде бы это должен был показывать секунду если мне сейчас разрешат и сделал так целочисленный тип целочисленный тип хранить себе не дробные числа которые могут быть положительными или отрицательными минимально максимальное значение я уже говорил максимально 2 миллиарда 147 миллионов 483 тысячи 647 минимальное то же самое только на конце 8 поэтому в некоторых играх вы можете как раз заметить что максимальное значение по рекордам вот такое ну к примеру в одном из роликов про бросить черепаху я краски пример приводил нет это не является к целочислому числу так как здесь имеется ну грубо говоря плавающая точка вернее так она есть плавающая точка месяц обычно запятая ставится но здесь у нас . поскольку запятая ты уже как перечисление идет шоу нас тут ну кому это интересно читайте заполните пустые места чтобы объявить переменную вар которая содержит только положительные числа ансигнет вроде бы ансигнет ой ссоре да я дослушайте я на самом деле никогда не вот за всю свою жизнь и ни разу не а вот даже у нас есть здесь минимально максимальное значение я никогда не использовал ансигнет но просто в теории я знаю что такое существует существует лонг ансигнет и вот все такое это просто помню блин называется не учил ну не использовал на практике на теорию знаю поэтому да число сплавающей . переменная типа сплавающей . могут хранить себе такие числа как но понятно так так это мы вначале уже проходили успокойтесь хватит нам этого может ли да может так я когда код смогу написать наследование полиморфизм а где у нас будет наследование полиморфизм я забыл последнюю тему инкапсуляция но инкапсуляция видимо у нас будет уже когда мы просто будем модификаторы проходить и там это будет вскользь описано видимо in double float ok string char bull вот вот разрешили нам код использовать так секундочку дайте гляну прошлую тем я что-то хотел вам показать что не помню ансигнет нет 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 вообще не то значит видимо в первой теме там я за что-то зацепился и что-то я хотел показать минус плюс но не помню странно может быть эту фоллс нет а точно вот он вот 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 она собственно говоря как это проверить вот такой момент да допустим мы хотим вывести на экран булевое значение то есть булевое значение краски здесь будет даже вывод на экран и к примеру вопросе какой-нибудь а равняется ну ой то есть 5 равняется 5 то есть вместо к примеру 5 ира и 5 до можем поставить разные переменные которые будут иметь имена все опять 5 int int если правильный пункт вопрос надо ставить хотя в прошлый раз у меня даже без вопроса было нет а ее стрим стрим а я понял у нас здесь нету вывода на экран поэтому нам стд и даже нет а ее стрим сделали нам дали только такую тему ну тогда можно без вопросика инклюдаю стрим интима инсиаут 5 на 5 что не так не понимаю оператор а не так оператора сравнения что и что не так почему буль а все вспомнил 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 такие моменты заключается в скобке вспомнил что-то я совсем подзабыл странно я просто не ну блин я привык что я так пишу аббас это уже неправильно да да все 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 верно все верно такие моменты заключается в скобке хорошо то есть если мы допустим сделаем 4 то уже не будет равен будет равняться фолус то есть все и всего лишь два значения либо вы можете написать true то есть саму вот эту тему вам выдаст один вот ну или фоллс будет 0 но я думаю не будем затягивать суть я думаю вы уловили вот шансу строка это упорядоченная последовательность символов заключенных двойные кавычки строки являются частью стандартной библиотеки вам необходимо включить стринг да на самом деле для их использования даже не обязательно использовать стринг но для их функционала нужно использовать стринг не знаю почему но когда я использовал без стринга у меня в принципе все работал то есть давайте возьмем сюда ее стрим проверяем работает работает но ошибки не выдает но при этом если мы захотим воспользоваться функционалом и какие функции есть в стринге я к сожалению забыл не реверс клир может быть есть эй не знаю но обычно такие есть функции давайте проверим может здесь тоже есть но тут ну не знаю я короче не знаю в чем проблема но все работает даже без этого без стринга сверху в качестве библиотеки ладно я потом я потом про это почитаю потому что я стрингом не пользуюсь я обычно беру массив чаров мне с ним тоже удобно работать так добавьте код который включает необходимый заговорочный файл для стринг собственно говоря пишем название того что мы будем использовать вектор будем использовать будем вектор писать массив array значит array пишем ну понятно так переменная типа чарханьц целая размером и целая что ей забейте и это видимо я не понимаю может быть может быть все таки в коментах что-то объяснят на лично не понял номер из батик вон нет а русский можно приветствую я заговорю объяснить этот момент спасибо ответов 9 давайте почитаем размером 1 байт вроде бы не размером 2 байт и банк вон ладно смотри можно смотри объяснить цель или или отдыха 、、 не какую с Ну да, в конце терминирующий 0 будет ставиться, и это уже будет перерастать в строку, то бишь массив чаров. Хорошо сделали, я не знаю, меня одного смущает, погоди. Переменный типа чар хранит целое размером 1 байт, что ц... Ну ладно, придираюсь, видимо. Однако вместо интерпретирования значения чар, как целого... А, все, понял, дальше продолжение есть. Как целого значения... Ну не написано, что целое значение, ладно. Переменный типа чар интерпретируется как символ набора... Ага. Символы представляются закрытыми... Между... Я, наверное, куклами... Я потом покажу это, если тут... А, тут же нету, да? А, вот есть вариант. Ну, то есть мы можем проверить, что находится в чаре, к примеру. Сейчас, секунду. Нам будет выводить на экран, поэтому IOS stream врубим. IOS stream... Ну, допустим, мы возьмем такую тему... Прикольно, по типу... Чар... Даже нет, даже нет, смотрите. Ну, конечно, здесь... Даже можно сделать еще прикольное... А, мы массивы... А, нет, мы циклы прошли, тогда можем показать, смотрите. Int... A равняется нулю... И я не помню, там с нуля или с единицы начинается... Вот это уже проблемка у меня, короче, пошла. Значит, потом создаем массив... Ой, вернее, этот самый... Цикл... На... Сколько? На 255 элементов, если я правильно помню. Паша в чаре, хренец 250, вот этих самых моментов из этой таблицы. Ай... Меньше... 205... А, так зачем я вообще A создаю? Слушайте, мне не нужно, я буду A сразу использовать, точно. Меньше... Или вроде бы равно, да? Меньше или равно... Вот не помню, с единицы начинается все-таки или с... Или с нуля. Так что будет небольшая ошибка, скорее всего. Ай плюс плюс. Хотя я бы предпочел плюс Ай-Ай, но... На начальном этапе для вас будет без разницы, поэтому буду делать так. Сеаут. Значит, на экран мы будем вывозить... Переопределение... И как называется... Пере... Переобразование типов... Чар... И будем сюда вставлять Ай. Или как называется, в общем, просто... Сорян. Проверим, что уходит. Ага, ошибка. Инт... А, инт 0, я понял. Все, окей. Эррор. Так. Ретерн 0, что... Сейчас, секунду. Боже, как я люблю эти фигурные скобки, я понял. Короче. Я потому что фигурную скобку сюда поставил. И вот на экран будет примерно таким. Вот это, собственно говоря, таблица, про которую было написано в задачке. То есть... Давайте даже, чтобы вам было понятнее, сделаем вот так. Так. Элемент таблицы... Ай. Равно. Вот так. Так. Конечно. Разделить забыл. Вот. Элемент таблицы. Под номером таким-то равен тому-то тому-то, да. То есть, вот к чему это равно. То есть, если мы, допустим... Ну, короче говоря, это просто-напросто все чары, которые имеются у нас. И... Да. То есть, ну, допустим, я хочу символ... Больше, да, к примеру. Он... Под номером 60, да. То я могу сюда ввести, к примеру... Сеут. И вот, собственно, воспользуемся этой таблицей. Чар 60. Я раньше хотел эту таблицу наизусть выучить, но потом понял, что лично мне это не надо. Ага. Вывели 250 раз данный символ. Ну, что-то много. Хватит одного. Два выйдет, да, согласен. Ну. Ах, ладно. Совсем уже намучаюсь я тут. Вот. То есть, вот таким образом этим делом можно пользоваться. На самом деле, как этим пользоваться реально, я, ну, в принципе, не изучал. Просто знаю, что какая-то таблица существует. Но ей... Мне еще не приходилось пользоваться. Поэтому вот такие пироги. Так, это мы прошли. Прошли так. Дальше. Символьный тип. Перемьем так. Размером. Один байт. Так, там прошли... Нет, или не прошли. Третье место. Так, верните, по чару. Угу. Угу. Окей. Хорошо. Так, погоди, погоди. Вот, даже мне интересно. Американ стандарт код for information. Interchange. Это таблица, которую используют для представления текста на компьютерах. Ну, окей, хорошо. Напишите код, чтобы объявить переменную var типа char с значением z. Кстати, мы константы не прошли. Мне интересно. А, нет, мы сейчас эти переменные проходим как раз. Ну, я думаю, поэтому... Так, у нас получается... Какого там... Нет, это char будет var со значением z. Угу. Окей, интересно, очень интересно. Булевый страна. Мы же это проходили. Не понимаю. Мы же это проходили. Что за бредятина? Я даже это задание не считаю. Я просто понимаю суть. Поэтому... Поэтому... Вот такие пироги. Русским. Буль один, трюк. Боже мой. Чел. Это никто не увидит все равно. Поэтому твой коммент опускается ниже. Ну что, урок завершен. Так, что у нас тут дальше? Так, дальше, дальше. Ну, последний урок на сегодня у нас. Последнее занятие. Правила наименования переменных. Сначала задается тип, потом имя. Но, внимание, имя задается не с цифры, а именно с буквы или вроде нижнего подчеркивания тоже можно, если я правильно помню. По поводу нижнего подчеркивания я не уверен, потому что я всегда все-таки с буквы начинаю. Ладно, используется следующее правило. Принами. Так, все перемены должны начинаться с буквы. Да, вот с нижнего подчеркивания все-таки можно. Хорошо. Буду знать. Ну, потому что, допустим, команду гетча раньше нужно было использовать просто, да? То есть, гетч берешь, вводишь. Теперь в гетч нужно еще нижнее подчеркивание вначале. То есть, я такой в шоке был. В смысле? У меня типа в учебнике 2019 года, когда я его только покупал, у меня там, ну, без подчеркивания, а теперь уже нижнее подчеркивание. Такое странно. Ладно. Так, существует два известных принципа, поскольку я из первой буквы идентифицированной первой буквы, последующая, пишется, наверное, в магистре. Ладно, без комментариев. Да, это для удобства, в принципе. Укажите корректное правило наименования переменных. Не может начинаться с числа, не может содержать нижнее подчеркивание. Нижнее подчеркивание и. Боже мой, русский язык. Я понимаю, но типа с момента, как я начал учиться, прошло где-то 19. 21, 22, 4 года, считайте, прошло. А они до сих пор не исправляют эти мини-ошибки. Даже, видимо, с учетом комментариев. Так, и не может начинаться с буквы. Нормально. С чего же он тогда может начинаться? Может, русский есть? Русский не может начинать. Русский не может начинаться с числа. Дизлайк. Не может начинаться с числа. С числа. Боже, ты мой, что с вами не так? Я не могу понять. Окей. Погнали дальше. Чувствительность к регистру. Это мы проходили чуть не в первом уроке. Так, означает, что... Ну, да, это проходили уже. Какие из следующих имен можно использовать для значения переменных в C++? Это. Это. И все. Наверное, на этом русский. Да боже, успокойтесь вы. Я не понимаю, что у вас происходит. Почему бы не написать нормальный комментарий? Так, правила наименования переменных. Ключевые слова. Зарезервированные слова не могут быть использованы. Ну, да, типа, да, 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 да. Я однажды попробовал использовать какой-то STD. И я такой, типа, не получается. Почему? А потом понял, что у нас есть стандартная библиотека. И я такой, блин, ладно. Ну, и подобные моменты я тоже реально пытался примить, и потом удивлялся, когда узнавал, что такое слово уже является зарезервированным. И удивлялся реально. Может быть, с вами так, окей. Не существует предела длины имени в зависимости от оборудования. Но старайтесь делать практическими. Ребят, это очень важно. Делать имена практическими и осмысленными. Потому что если вы просто введете A, но это A что-то значит, допустим, количество учеников в школе, то лучше так и написать по типу People in School. То есть, реально, почему бы и нет. То есть, ну, блин, потому что если вы напишите A, будете думать, а что такое A? Что значит 2500 A? Реально, ну, когда осмысленное значение есть, то все-таки куда проще. Если вы пишете временную программку лично для себя, для того, чтобы мини попрактиковаться там, какую-то тему, да, без проблем, пишите, но даже в таком случае, конечно, желательно, ну, нарабатывать эту привычку, писать что-то осмысленное. Заполните пустые места, чтобы объявить переменную var3, целочисленного типа, переменную... Так, я, короче, понял. Какого там типа у нас должно быть целочисленного? Инт, второе, дабл, и третье, буль. Боже мой, просто читаем, сразу же выполняем. Ничего интересного. Ну, слушайте, честно говоря, я скажу как есть. Эта тема очень важна, но при этом, к сожалению, к сожалению, моему великому, я ничего нового... Не то, чтобы не узнал, но описывается все крайне, скажем так. Ну, вы сами видели, были ошибки, это раз. А описывается все кратко. Нам не дают попробовать создать эти самые переменные. То есть нам дают писать код, вот этот, типа, записывать пропущенные строки, слова, да, но при этом мы не пишем код. Из-за этого у человека может реально сложиться впечатление, что он учит программирование и прям становится мастером, познает Zen. Так вот, когда вы будете писать код реально в каком-нибудь компиляторе или даже вот во встроенном здесь компиляторе, ну, там, во встроенной программке вместе с удобным... А, я забыл название. С удобной консолью, вот. То да, вы реально будете хотя бы чуть-чуть учиться, использовать вот эти переменные, пытаться понять, когда они могут понадобиться, комбинировать их вместе с текстом, как я вот там писал по типу, что номер в таблице, там, 1, ну, и там, использовать переменную i в качестве итератора, чтобы там каждый раз не писать, не создавать отдельную переменную и плюсовать ее. То есть, ну, это, конечно, со временем, но, блин, но даже так здесь я не вижу практики. То есть, как я и говорил, берите какой-нибудь компилятор, например, онлайн-компилятор C++, если на то пошло в интернете. А вообще, в принципе, любых компиляторов много. И до определенного уровня знаний вам их хватит. Но после определенного уровня там не встроены некоторые библиотеки, например, не встроен некоторый функционал. То есть, допустим, в одном компиляторе там будет какой-нибудь команда по типу... stl, нет, stl, блин, короче, clear, полная команда, а в другом будет stl, str, нет, это строка. cls, вот, cls команда будет, да, то есть cls тоже clear, по сути, то есть стирает все с консоли, но при этом, этот самый, cls стирает все с консоли и clear стирает все с консоли. Но в некоторых, допустим, может быть, может отсутствовать cls, а в другом может отсутствовать clear. Поэтому... А иногда может вообще отсутствовать то и другое. Поэтому в любом случае попробуйте использовать какие-нибудь более-менее полноценные компиляторы. Или просто качайте Visual Studio, если это, конечно, C++. Спасибо за просмотр, надеюсь, что вам тема понравилась. Ну, что у нас, знакомство с указателями. Боюсь, данная тема растянется на 3 видео, потому что очень долго все выходит. Спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч, пока-пока, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok